МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда-то полет в космос был настоящей сенсацией. Теперь оттуда можно даже проголосовать. Так космонавт Олег Каноненко будет участвовать в выборах губернатора Московской области с помощью системы дистанционного электронного голосования прямо с Байконура. Я только что зарегистрировался для участия в дистанционном голосовании на выборах губернатора Московской области. Я космонавт и достаточно часто не бываю дома, в командировках, на занятиях. День голосования – особый случай, потому что я улечу в космос, в годовую экспедицию. Голосовать собираюсь на Байконуре. Зарегистрировавшись дома в Королеве, я поеду на Байконур, возьму телефон и в день голосования легко, без проблем проголосую. Здесь действительно нет ничего сложного. Система электронного голосования уже опробована другими регионами и впервые ее применяют в Московской области. Свой выбор может сделать любой гражданин, прописанный в этом регионе и имеющий доступ к интернету. Это достаточно комфортно, удобно, тем более все мы привыкли к уже новым форматам оказания государственных услуг, взаимодействия с банками, с прочими организациями, когда мы это все делаем уже по большей части именно дистанционно. Подтверждаем свою учетную запись на госуслугах Подмосковья и до 24 часов 4 сентября проходим регистрацию. Заявление подается, естественно, тоже дистанционно, то есть не надо ходить в Государственную избирательную комиссию. Для этого достаточно то же самое с использованием своего пароля от Госуслуг зайти туда и там будет предложен вариант, как одна из услуг по слову выбора, подать заявление на дистанционное электронное голосование. Сделать выбор в электронном бюллетене можно в любой день голосования, включая и ночное время. Такая форма особенно удобна для занятой молодежи. Начало сентября, когда будет проходить единый день голосования, очень многие люди находятся не на территории Российской Федерации, многие отдыхают, некоторые люди находятся в такой стадии подготовки к учебному сезону, кто-то решает свои личные строительные вопросы. И, естественно, каждому гражданину, наверное, больше чем уверенно, интересно и хочется проголосовать. Просто физически нет возможности. Дистанционное электронное голосование дает такую уникальную возможность, так как для нашего государства, для нашего субъекта Российской Федерации важен каждый голос. Для желающих проголосовать в обычном формате в округе будет работать 173 избирательных участка. Полина Бахова, Ольга Дмитриева, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.